Привет, друзья! Сегодня у меня будет обзор на вот такой обновленный набор Malina V4 от Amperky. Внутри находится плата Raspberry Pi 4. Это маленький компактный компьютер на Linux, который умещается в ладошку. На нем можно сделать медиасервер, который будет проигрывать ваши любимые фильмы на телеке и при этом их автоматически скачивать из интернета. Или это может быть сервер умного дома. Поставьте на него межер дома и будете контролировать абсолютно любую технику от Xiaomi, Philips и других производителей. А еще к малине можно прикрутить камеру и заставить распознавать ее различные изображения. А если это совместить с двигателями, то можно собрать вот такого маленького робота. Но о нем я расскажу попозже, а сейчас давайте распакуем набор. Нас встречает буклетище. И здесь собрана вся необходимая информация по работе с Raspberry. Начиная от того, как настраивается система Raspberry Linux. Да, здесь ленуха. Также есть немного теории о Python, как он работает, как запускать программы. А дальше эксперименты. Ну, например, мы научимся управлять теми штырьками, которые есть на Raspberry 4 отдельной группой. И можно будет включать и выключать свет, реле. Также мы разберемся, как работает бот ВКонтакте. Это некая страничка, на которой можно писать сообщения. И она как-то будет реагировать на эти сообщения. Например, зажигать лампочки. Третья группа экспериментов — это медиасерверы на Raspberry. Здесь можно сделать свой сервер для кино, либо файловый FTP-сервер. Так, буклет откидываем. И теперь вопрос. Две коробки. В какой из них Raspberry? Левой или в правой? Я покажу тебе, глубока ли кроличья нара. Одна отправит вас в мир цифровых грез, другая отправит туда же, только подольше. Здесь у нас Raspberry 4. А что еще есть в коробке? Наклейка. Описание. И корпус. Корпус и флешка с операционной системой. Здесь уже заранее записано Raspberry OS. Достаточно просто воткнуть эту флешку в Raspberry и подать питание. Она корпус Raspberry. Облачко. Это плата, которая подсоединяется на GPIO контакты Raspberry. И можно зажигать светодиодики, которые есть прямо на ней. Ну, или использовать кнопки, которые распаяны по контуру. Это избавит нас от мороки с проводами. Дальше у нас идет блок питания. 5 вольт, 3,1 ампера. Этого с головой хватит для Raspberry. И пара кабелей. Первый это HDMI, micro HDMI и сетевой Ethernet кабель. На самом дне коробки лежит кабель Type-C, обычный USB и Type-C. Ну да, Raspberry 4, она отличается от предыдущих плат, она победитель своего рода. Она использует USB Type-C, поэтому для нее есть отдельный кабель в комплекте. Набор мы распаковали. И теперь давайте попробуем запустить Raspberry. Но перед тем, как подавать на нее питание, давайте вспомним о вот этой плате облачко, которая есть в наборе. Это очень простая плата, но тем не менее она очень удобная. На ней есть различные светодиоды синего цвета, желтого цвета, есть кнопки по контуру. И эта плата нужна для того, чтобы вы не парились с макеткой. Можно взять Raspberry и увидеть у нее вот здесь гребенку контактов. Эти контакты можно по своему желанию включать и выключать. То есть подавать на них напряжение или снимать напряжение. Ну или считывать сигнал, который к ним приходит. Поэтому мы можем надеть облачко прямо на эти контакты и забыть о проблемах с макетками. Мы можем нажимать на кнопки облачко и считывать их с помощью Raspberry. Теперь у нас два варианта, как запустить эту плату. Подключить к ней дисплей, клавиатуру и прочие ништяки, которые сопутствуют обычному нашему компьютеру. Либо включить в нее сетевой кабель, подключить к роутеру и просто подать питание. А управлять ей с помощью удаленного рабочего стола или с помощью SSH. Мне все же будет удобнее управлять ей с помощью дисплея и клавиатура. Поэтому давайте подключать. Micro HDMI, HDMI. Так, теперь мне нужен обычный USB, Micro USB для того, чтобы подключить тачскрин дисплея. Да, чуть не забыл, в Raspberry нужно вставить SD-карточку, потому что именно на ней будет наша операционная система и без SD-карточки внутри плата не запустится. Вставляем Type-C кабель, зарядку и в розетку. В общем, Raspberry запустилась, первоначальную настройку мы сделали. Осталось подключить только клавиатурку. Лучший друг Linuxoida и консольщика. Теперь мы готовы провернуть какой-нибудь эксперимент из тех, которые описаны в нашем буклете. Но поскольку у нас есть облачко, давайте с него и начнем. Возьмем наш буклет, выберем какой-нибудь эксперимент, например, переключатель, и попробуем его сделать. Весь эксперимент описан здесь в буклете, но мы можем не переписывать код из буклета, открыть браузер, перейти на сайт malina.ru и вот здесь найти наш эксперимент. Копируем отсюда код. Создаем файл. Вставляем в него код и теперь нажимаем кнопочку зеленую Run для того, чтобы запустить наш код. И у нас засветился светодиод на облачке. Теперь, если мы нажимаем на кнопку номер 8, загорается другой светодиод. Отпускаем кнопку, горит другой. Вы можете сказать, типа, это очень странно. Зачем тут вообще светодиоды ты переключаешь? Но это вообще простая демонстрация того, что практически любую железячную задачу может решить сама Raspberry. Хотим мы переключать свет с помощью реле, мы вешаем реле на Raspberry. Нам не нужна для этого Arduino. Бытует мнение, что любые штуки цифровые нужно вешать сначала на Arduino, а потом связывать ее с Raspberry, чтобы наш великий мозг мог подумать, чего там нужно включить, сказать это Arduino, и дальше Arduino бы это сделала. Нет, это не обязательно. Можно выкинуть Arduino, повесить всю периферию на Raspberry, и она будет вам включать свет или включать мотор, который будет вашего соседа. Ну что, мы сделали первый эксперимент, давайте теперь разберемся, что еще есть в этом наборе. Короткое описание, что такое Raspberry, как она запускается с монитором и без. Консоль и методы работы с консолью. Это такая штука для управления компьютером, в которой нет ни окон, ни мышки, ни графических интерфейсов, ни менюшек, вообще ничего. Есть только курсор и тот текст, который вы набираете. Если вы знаете команды консоли и знаете, какие вы действия хотите совершить, вы можете просто написать это текстом, и компьютер это выполнит. Кстати, в наборе в самом конце есть вот такая консольная шпаргалка. Здесь описаны самые примитивные и самые часто используемые команды, которые облегчат жизнь и работу с консолью. Как перемещаться по деревьям, как перемещаться по каталогам, как открывать и создавать новые папки, создавать новые файлы, как запускать и настраивать им права доступа. Вообще истинные программисты сидят только в консоли и графический интерфейс включают ради того, чтобы картинку посмотреть, которую им друг прислал по почте. Дальше у нас Python и GPIO. Так что же такое GPIO? А это на самом деле самая основная фишка нашей платы. Это двойная гребенка контактов, в которую мы вставили облачко. Это входы и выходы, которые доступны прямо процессору здесь, сейчас и непосредственно. Посмотрите на свой компьютер, посмотрите на свой ноутбук. Вы можете просто взять и вставить в него светодиод? Нет. У вас есть USB, VGA, HDMI и прочие интерфейсы, которые слишком сложны и к которым нельзя просто так взять и подключиться. У Raspberry такой интерфейс есть. Просто берем, подключаем светодиод и можно с ним работать. В этой главе у нас есть немного о Python. Это знакомство с языком Python. Да, это конечно не учебник, но тем не менее вы поймете, как быстро писать скрипты на Python и их выполнять. Различные операции, функции, работы с массивами, строками, циклами. И мы можем получить короткий, быстрый и, самое главное, что полезный ликбез по работе с Python. А дальше приступить к выполнению различных экспериментов. Дальше у нас идет глава с веб-программированием. А значит, на нашем компьютере размером с ладошку и потреблением в 15 Вт мы можем создать свой веб-сервер, создать лендинг-пейдж, запустить какие-то программы, которые будут работать всегда. Например, бот ВКонтакте. Погодный фиджет – это такая штуковина, которую мы напишем в виде кода, и она будет стучаться на сервер с погодой, спрашивать, какая погода у нас здесь, сегодня и сейчас. И потом выводить нам ее в консоль, либо с помощью вот этих светодиодов рисовать нам снег, дождь, облачность и другие погодные эффекты. Попробуем что-нибудь посложнее. Сейчас мы просто управляли с помощью кнопки светодиодами, а теперь попробуем сделать так, чтобы у нас появился некий сайт, на котором мы можем зайти с любого устройства, с компьютера, с мобильного телефона, в общем, с любого устройства, которое у нас есть в сети, и посмотреть, в каком состоянии наши кнопки и наше облачко. Для этого точно так же отправляемся на сайт Амперки, находим следующий эксперимент, который называется «Обратная связь». Копируем отсюда код и вставляем его в новый файл. Запускаем, переходим в папку «Веб-сервер», «Фидбэк», вот так, «Fidback.py». Теперь мне нужен мой компьютер. И открываем на нем наш сайт. Для этого нам нужно знать айпишник нашей Raspberry и порт для сервера 3000. И вот наше облачко. Облачко здесь, облачко здесь, облачко там на небе, ну, в общем, везде облака. Теперь, если мы будем нажимать на кнопку на облаке, наша кнопка на виртуальном облаке тоже будет загораться серым цветом. Зачем это нужно? Ну, как минимум, к Raspberry мы можем подключить различные сенсоры. Сенсоры температуры, влажности, датчики протечек, управления светом. В общем, все это мы можем подключить к Raspberry, вытащить управление на сайт и управлять нашим домом с абсолютно любого устройства, будь то компьютер или мобильный телефон. Raspberry – это многофункциональная плата. И те эксперименты, которые мы только что сделали – это лишь начало. На базе Raspberry можно делать, допустим, вот таких достаточно сложных роботов. Цель жизни этого робота – просто ездить по линии по специальной трассе. И обычно такие роботы строятся на базе Arduino с парой датчиков цвета, которые смотрят перед роботом на поверхность, и робот как бы на ощупь начинает искать, где у него линия и куда ему двигаться. Здесь же мы поступили немного по-другому. Мы прикрепили камеру на робота. Вот она. Она умеет снимать в Full HD на 30 кадрах в секунду, но робот ее будет использовать в 640 на 480 при 90 фпс. Так вот, эта камера смотрит на нашу дорогу, и Raspberry может отличить, где находится черная линия на фоне, найти ее координаты и подсказать роботу, куда нужно повернуть двигатели для того, чтобы линия оказалась четко под роботом. Работу алгоритма очень легко увидеть, если мы поменяем пару строчек в коде и снова его запустим на трассу. Робот начинает вилять вокруг черной полосы, постоянно подруливая, но просто не попадая и не справляясь с задачей удержать линию в центре кадра, подстраивая два коэффициента в формуле, мы можем заставить робота ехать четко по линии. Да, ребят, я знаю, что это звучит достаточно сложно, но на самом деле нет. Весь код, который обрабатывает изображение с камеры, крутит двигателями, занимает по объему чуть меньше страницы экрана. А это значит, что мы можем решать достаточно сложные задачи, при этом писать минимум кода. В этом, собственно, и прелесть языков высокого уровня. Если бы вы писали на плюсах, на сии, вы бы уже бороду себе отрастили, пока запустили этого бедного робота кататься по линии. А на питоне я это сделал всего за пару строчек кода. Давайте посмотрим, из чего сделан этот робот. Мы его сейчас разберем и начнем с пауэрбанка сверху. Этот пауэрбанк запитывает исключительно двигателя. Ну, по двум причинам. Первая – это разделение питания двигателей и разбери. Вторая причина – это удобный выключатель на самом пауэрбанке. Потому что разбери у нас включено всегда. А вот для того, чтобы остановить робота и чтобы он не удирал от вас, пока вы пытаетесь отключить двигателя, удобнее вынести кнопку наверх. Следующим у нас на очереди идут два драйвера двигателей. Ну, собственно, робот же должен как-то управлять двигателями. А сама разбери достаточно слабая. Вот и нужны драйвера для того, чтобы брать и управлять силовой нагрузкой. Драйвер – это некий усилитель, позволяющий слабой разбери управлять достаточно прожорливыми двигателями. И фактически это маленький ключик. Разбери тянет маленький ключик, а по трубе идет большой поток тока, который идет к двигателям. Отсоединили двигатели и открутили драйвера. К ним идут провода, которые подключаются к разбери 3CAP. Теперь откидываем крепление камеры из структора. Камера – это вообще единственный сенсор у этого робота, с помощью которого робот может воспринимать внешний мир. Больше никаких сенсоров здесь нет. Убираем крышку. Она исключительно декоративная. Нужна для того, чтобы закрепить драйверы и аккумулятор с камерой. А вся начинка у нас находится на нижней платформе. Убираем моргенштерна из проводов. И здесь у нас тройка CAP. Набор батареек. В принципе, можно было поставить аккумуляторы 18650 в количестве трех штук. Но у меня их под рукой не оказалось, поэтому робот питается батарейками. Вот в таком блоке по 6 штук. Здесь у нас разбери и тройка CAP. Тройка CAP – это универсальная плата для подключения различной периферии к разбери. По факту, это удобный блок питания, потому что в CAP можно подать напряжение от 5 до 15 вольт. И он запитает нашу разбери стабильными 5 вольтами. А также на всех выходах и входах у него есть защита. Поэтому, если у нас какая-то периферия коротнет, то разбери, скорее всего, выживет. Так, снимаем CAP. И у нас остается отсоединить только камеру. Теперь скидываем разбери. Она закручена на паре винтиков. Скрутили. И, собственно, все. Робот разобран. У нас есть разбери. И у нас есть колесная платформа. Ну и как итог, понятное дело, что Малина далеко не учебник. Но, тем не менее, в ней собраны основные знания, которые необходимы для быстрого освоения Linux и программирования в Python. Набор для тех, кто интересуется техникой, но еще не знает, с какой стороны подойти к изучению. А вот дальше, во что перерастет ваше хобби в программирование, создание систем умных домов или конструирование роботов, все зависит только от вас. Покеда. Субтитры сделал DimaTorzok